Детский сад располагался в жилом доме. Ну что, не спали, ничего. Дети спали на раскладушках. Первый этаж жилого дома, четыре квартиры. Тесные помещения, которые не могли вместить всех желающих. Полноценного детского сада в новом городке не было никогда. Строительство нового здания в бывшем военном городке невозможно из-за близости аэродрома. Выход нашли. Реконструировали здание бывшего клуба «Искатель». Реконструкция бывшего клуба началась летом. Работу строителям предстояло провести на высоком уровне, но в кратчайшие сроки. За их ходом пристально следила родительская общественность и депутаты. На объект приезжали еженедельно. Здание очень старое, вопросов возникало много. И вот то, что мы как общественность смотрели и смело говорили и Андрею Робертовичу, и Олегу Васильевичу, заместителю, что какие-то проблемы встают, их нужно срочно решать. И я благодарна, что нас слышали. И мы продолжали это делать до самого последнего дня. Вместо ветхого клуба – современный детский сад. Строители сделали практически невозможное. Усилили фундамент аварийного здания, заменили инженерные коммуникации, обновили фасад, благоустроили территорию. Но самое главное – в новом детском саду есть все возможности для полноценного развития малышей. Есть спортзал, есть отдельный музыкальный зал. Просто открыты двери для всего. Полноценный пищеблок, полный, полного цикла. Здесь не разогревают, а здесь готовят. И я уверен, что готовить будет очень вкусно и полезно для детишек пищу. Получился проект настоящего детского сада, современного, со всеми необходимыми помещениями и для развития, и, соответственно, для времени сна и игр. У нас в области за пять лет более 400 детских садов открыто. Это и после строительства, и после реконструкции. И вот это здание приспособлено. Но вот благодаря, может быть, этому такие высокие потолки и в танцевальном зале, и в спортивном зале. Очень хорошее светлое помещение, спальни. Все очень подобрано красиво от штор до кровати. Детский сад в новом городке – второй по счету, открывшийся в муниципалитете с начала года. На очереди дошкольное учреждение в Марфино. Скоро начнется ремонт садика на Можайском шоссе 96 в Одинцово. Его открытие запланировано на сентябрь. Начали проектирование в прошлом году и уже находимся в экспертизе по территории Гусарской баллады. Это детский сад на 400 мест и школа на 2200 мест. Заканчиваем экспертизу и уже в этом году приступим к строительству. Не завершаться преобразований в новом городке. В здании рядом с новым детским садом и школой после ремонта заработают кружки и секции, когда-то располагавшиеся в Искателе. Теперь предстоит привести его в порядок. Проектирование начнется в ближайшее время. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.